Всем привет! Добро пожаловать на программирование Роблокс на языке Луа. Сегодня будет урок Т4.1. Что мы будем смотреть? Когда вы заходите на developer.roblox.com, у нас есть отличная и самая важная часть для программистов, для скриптеров Роблокса. Это API Reference. Это документация, которой пользуются все программисты. Здесь много чего. Мы уже кое-что рассматривали. Ну и вот я сейчас продолжу со снов. Здесь их не так много. Это под программы. Отладка. Нам это не нужно. Математика. ОС. Про ОС я немножко говорил. Это библиотеки. Луа библиотеки в Роблоксе немножко отличаются от общепринятых библиотек. Там чего-то не хватает или что-то добавлено для удобства программирования 3D игр. Так. Дальше. Стринг. Но я хотел сегодня несколько библиотек рассмотреть. Но давайте рассмотрим только математику. И не просто я буду еще раз там говорить, как эти математические функции что-нибудь делают. А мы будем что-нибудь прикольное делать с доджиком. Вот с этим. Мы его помучим немножко. Но ему понравится. Так. Итак. Строки. Таблицы. Очень важные вещи. UTF-8. Но это если вы захотите делать русификацию. Или игру на полноценном русском языке, где у вас требуется текстовый ввод. Возможно придется это воспользоваться. Но там очень ограниченный набор функций. Возможно вам лучше придется где-нибудь скопировать библиотеку по UTF-8 для работы с русским языком. И просто ее как модуль в свою игру вставить. Ну честно говоря, если вы начинающий Roblox-отдел, забудьте про русский язык. Делайте на английском языке. Или вообще без слов вашей игры. Можете пиктограммы использовать, картинки, комиксы, чтобы понимали все. Время русского языка еще не пришло в Roblox. Итак. Заходим в библиотеку Math. Математика. Так. Ну давайте. Запустим моего доджа. Посмотрим. Давайте скрипт. Простой скрипт. Вот расположен в стандартном месте. Додж это обычная у нас 3D деталька, на которую я морду собаки налепил. Вот она у нас додж. И вот наклейка на ней с мордой. Итак. Что у нас здесь так? Закрепим якорьком нашу деталь, чтобы она не падала. И благодаря этому я смогу свободно менять ее координаты из скрипта. И она не будет постоянно падать на пол и делать какие-то случайные прыжки и скачки. Вот смотрим на наш скрипт. Во второй строчке я запоминаю начальную позицию нашего доджа. Вот. Как он висит. Видите? На сколько-то стадов он выше земли. Итак. Я его позицию. Ну я его могу здесь поднять. Да? Например. Как хочу. И моя программа скрипт вот в эту переменную initPos получит именно эту начальную позицию доджа. Для чего это нужно? Ну попозже объясню. Так. Я ее сейчас, эту переменную не использую. Просто я вам рассказал. Здесь простой цикл бесконечный. Пока истина делай. Делает вот эти две строчки. Ждем. Вы помните, что бесконечные циклы while обязательно должны иметь какую-то паузу. Внутри или иначе у вас сервер роблокса вас отвергнет. И вы видели, наверное, эти уже ошибки. Можно, конечно, делать без параметров. Тогда будет минимально возможная пауза. Так. Что же я делаю в этой строчке? Ну, наверное, кто-то догадался. Я беру текущую позицию. Вот как у меня висит этот додж. Вот она. Прибавляю к ней вектор движения. Помните, что у нас в векторе, если мы двигаем или координаты какие-то. Первая идет x, вторая y, третья z. Смотрим на нашего доджа и вспоминаем вот эти оси. x. Если по x я что-то меняю, значит, будет он двигаться по горизонтали. Если y у нас там второй параметр, то он вверх-вниз будет двигаться. А z это в глубину и ближе к нам, из экрана. Так. Ну, я меняю только координату y, вторую. Беру, значит, текущую позицию. Как у нас расположен в 3D наш додж. И прибавляю к его y единичку. Давайте запустим, посмотрим, что наш додж умеет. Додж улетает. Окей. Ну, он так будет бесконечно улетать. Ладно. Если я якорек уберу, посмотрите, как он будет трепыхаться бедный. Он упал и пытается взлететь, и опять падает из-за физического движка. Так что мы его якорем не декал, не наклеечку, а сам, у нас самого доджа делаем якорь. Ну, все. Теперь вы знакомы. Давайте переходим к математике. Первая функция Math Apps. Apps это модуль в школе. Значит, число по модулю. Отрицательное число становится положительным. Не знаю, как правильно это объяснить. Это нам очень понадобится для прикольных эффектов. Ну, например, давайте я могу продемонстрировать. Да-да, не могу. А даже давайте продемонстрируем. Сделаем. Ну, кстати, для демонстрации мы можем здесь команду. Вот так давайте. Извините, этот шрифт большой, а вот здесь вот мелко. Ну, я думаю, что вы увидите. Так, параметром будет число. Если мы напечатаем, например, по модулю от нуля, мы получим ноль. Давайте теперь попробуем от числа 1. Давайте от минус 1. Так, я где-то тут скобочку нажал. Лишние скобки. По-моему. Ну, понятно, что число по модулю всегда будет положительное. И от минус 1, и от минус 100 будет 100, и так далее. Для чего это можно использовать? Поможет нам Dodge. Но для того, чтобы увидеть красоту, мы дойдем до синусов-косинусов. Так, ну, следующее это аркосинус. Что такое, если хотите узнать, что такое аркосинус, не хочу вас математики учить, просто показываю. Вызываем википедию. Обратный тренинг геонометрический функций. Сейчас, чтобы по-русски показала все это. Вот здесь вот листаем внизу, и тут есть русский язык. Вот и читаем. Ну, понятно. В аркосинусе x это угол, синус которого равен x. Ну, как бы обратные. Ну, тут вот так и написано, что обратные тренингометрические функции. Я, честно говоря, быстро не могу придумать, для каких крутых эффектов мы их будем использовать. Поэтому мы будем пользоваться обычными функциями. Вот. Арксинус пропускаем. Арктангенс пропускаем. Так. Вот это вот интересная функция. Про нее я иногда говорил. Это функция округления. Округление вверх. Давайте посмотрим, как она работает. Сейчас, пусть Dodge нас дождется. Давно хотел показать классный эффект. Такс. Ну, например, так. Вообще, округление, конечно, целым числам, но оно не меняет. Числа, они остаются. Давайте напишем 10.1. Видите, оно, любое нецелое число уже округляет вверх его. Вообще-то, конечно. Так. Так, а есть другая функция, которая называется FLUR. Оно возвращает наибольшее целое число, которое меньше или равно X. Все то же самое, что мы сейчас делали с CIVIL, только это работает в обратную сторону. Вот FLUR мне подсказывает. Давайте 10.6. Догадайтесь, какое тут наименьшее будет целое число. Ну, десяточка. Понятно. С помощью вот этих двух функций вы можете округлять вверх, вверх или вниз нецелые числа. Для чего это нужно? Ну, например, вы выводите на экран FPS, и у вас вам все время пишут, например, 59.00345. Понятное нецелое число. Так вы можете округлять. Так, давайте к клевым функциям вернемся. Наши собачки. Так, Clamp. Классная штука. Это штука, которая позволит вам избавить вашу программу от всяких IF-ELSE. Ну, например, смотрите. Давайте. Простая задача. Я прошу. Вот у нас есть. Икс присвоим, например, ему 6. Задача такая. Икс может быть любым числом, но мы, если икс меньше нуля, мы должны выводить 0. Если икс больше 10, то мы должны выводить 10. Мы обычно пишем что-то такое. Икс меньше нуля 0 больше 10 принт 10. Нужно было функцию, наверное, писать, которая будет прям возвращать. Ну, давайте напишу. действительно. А я напишу прям функцию Clamp. Вы увидите, как она работает. Икс мин max. Так. Извините, я подготовился, я прочитал немножко материала, но все-таки я не все готовил, поэтому тут считайте, как будто лайф у нас идет. Так. Если икс не меньше нуля, а меньше мин, функции хороши для того, что мы их можем использовать для повторяющихся кусочков кода. Так. Ну, мы и не принт делаем. Мы делаем return min. Если икс больше max, то мы делаем return max. return max. Ну, иначе делаем просто return x. Если икс у нас в пределах минимального, как сказать, равно или больше мин и меньше или равно max. Тогда возвращаем икс. Так. Ну, и давайте x вот тогда у нас не нужно для примера. Давайте сделаем вот так. print clamp. Моя функция, например, здесь задаем число. Например, минус 100 и пределы задаем. Например, минимальное у нас 0 должно быть, максимальное должно быть 10. Ну, и давайте еще какие-нибудь сразу строчки зададим. не строчки, а значения. Чтобы проверить наше число. Давайте теперь сотню зададим. Давайте теперь зададим 0. Давайте зададим пятерку. так, и у меня на экране тут в консоли должно вывестись. Вывод должен быть правильным. Так, смотрим. Да, от 0 до 10 числа могут выводиться. Да, ну, минус 100 это ближайшее к нему это 0, правильно. 100, ближайшее к нему это десяточка. 0, ну, 0 входит в наши рамки. Отлично. И пятерка тоже входит внутрь, ну, между минимальным и максимальным. Ну, давайте теперь то же самое попробуем только видите, пришлось функцию написать а тут за нас уже написали. И причем моя функция она возможно да не возможно а скорее всего пишется не пишется работает медленнее. запускаем то же самое и проверяем как вот та функция из API работает точно так же работает. Надо же мне удалось ее написать. Ну, видите вам не нужно писать вот эту вот функцию она у нас уже есть. Как ее применить? Ну, возможно сегодня во время урока я расскажу а на самом деле пример такой смотрите у вас есть ворота вот они у них есть створки рамки например x равен сталькита минимальный левый и x правый равен сталькита и вы выстреляете каким-то снарядом и у вас снаряд обязательно должен попасть куда-нибудь вот вы получаете случайное число которое отсюда досюда но если вы будете использовать клемп то без лишних вычислений математических у вас это случайное число преобразуется именно в допустимый диапазон отсюда досюда ну придумайте сами кстати в комментариях пишите как еще можно использовать на самом деле клемп много где используется не буду я стирать пусть остается нам не мешает давайте дальше идем клемп вот косинус ну это конечно супер супер штука которая нам поможет украшать нашу игру где-то я уже где-то я уже это использовал давайте попробуем вот так тут у нас сейчас додж улетает вот если я запишу вверх поднимается 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 а давайте сделаем чтобы он на привязи был вот для этой привязи я его начальную позицию и присобачиваю сюда так и что теперь будет он будет стоять на месте почему потому что мы его берем старую позицию где он был установлен и прибавляем к ней единичку а так как это у нас всегда происходит в каждом цикле то у нас всегда наш додж будет висеть на на один стат вот он по игреку здесь выше чем я его создал в редакторе вот здесь в редакторе я его поставил если я его сейчас ну не важно так а я хочу чтобы он не просто стоял чтобы он там как-то как-то вальсировал так ну что у нас нужно вектор мы оставляем а вот здесь мы пишем f косинус сюда должны какое-то число так давайте я подсмотрю подсмотрю в другую библиотеку не вот воз возможно мне подойдет чтобы не писать переменные не добавлять и так далее возвращает сколько секунд прошло ага да нам ос-тайм подойдет помните мы ос-тайм используем для рандом сид так возвращаемся опять в математику математическую библиотеку и давайте пока возвращаемся я уже здесь ставлю косинус от ос точка тайм ос-тайм это такая штука которая каждую секунду выдает все больше и больше и больше и больше число и так бесконечно вот наблюдаем за нашим доджем видим что он вверх-вниз колеблется так ну как работает косинус я вам тоже не хочу объяснять но мы очень просто сделаем мы сделаем посмотрим график я вам по графику может быть что нибудь объясню так косинус косинус вот смотрите что у нас косинус так это про косинус вот косинус и синус в зависимости от аргумента в данном случае в данном случае у нас был аргумент там по времени у нас косинус и синус выдают значение от минус единицы до единицы в данном случае если я это использую не для каких-то серьезных математических вычислений а просто для видеоэффекта мне не важно я могу здесь или косинус или синус поставить у меня будет примерно так одинаково работать синус ну посмотрите все то же самое но он так дергается давайте-ка мы вот эту вот паузу сделаем 0.1 или даже вообще его уберем посмотрим как будет у нас двигаться пауза не повлияла почему а все дело в том что кто-нибудь уже понял в чем дело а все дело в том что значение вот это остайм увеличится на единицу каждую секунду а я хочу чтобы быстрее все работало ну ладно придется тогда local и присвоить 0 и мы вместо этого времени мы просто будем считать кадрики которые отрисованы ну это я так примитивно говорю примерно 60 fps 60 раз в секунду будет увеличиваться это и так я здесь показываю и не показываю и а вместо времени использую и и оно будет увеличиваться увеличится никаких условий для его переполнения ну что например и больше 1000 и присвоить тогда 0 не надо делать потому что синус будет работать с бесконечным увеличиваемым числом и косинус никаких проблем только мы не должны забыть увеличить число давайте я попробую на 0 0 1 увеличу и посмотрим как плавно сейчас у нас будет двигаться наш dodge так а он ведь двигается он двигается но он двигается очень плавно и он сейчас пойдет вверх да вот он вверх пошел видно да ставлю курсор видно что он поднимается так если мы хотим убыстрить мы тогда давайте например 10 раз убыстрим и прибавить 0.1 функции математические здесь работают с радианами если вы хотите в градусах а ну и с радианами очень получается все гладко классно да вот можно сделать например баллон чтобы на это npc вот так вращался можно делать какие-то панели чтобы так качались ага так а как сделать чтобы амплитуда чтобы он выше кстати смотрите я его сейчас могу поднять высоко и он там будет болтаться он не опустится на землю он будет болтаться там почему помните я в локальную переменную начальную позицию доджа нашего записываю и вот относительно той позиции он плюс-минус на один стад он гуляет помните что у нас все координаты в стадах стады не буду объяснять меня тут просили не объяснять что только parent script вот не буду такую ерунду объяснять смотреть предыдущий урок так как сделать амплитуду больше чтобы он двигался сильно вниз больше шел и вверх шел больше ну тут наверное просто нужно эту координату вот это вот синус может возвращать значение от минус 1 до 1 а давайте сделаем чтобы от минус 5 до 5 возвращал нужно умножить на пятерку наверное просто и посмотрим как все это будет происходить в игре так вот он как классно теперь болтается а давайте сделаем чтобы он вверх-вниз шатался а координату x еще изменим вот относительно тоже начальный можно синус а можно косинус тогда синус будет давайте сделаем его например не пятерочку а тройку и чтобы он не совпадал вот смотрите сейчас сейчас если я запущу он как бы по диагонали будет летать право-вверх влево-вниз право-влево-вверх влево-вниз да а давайте чтобы он немножко не так не синхронно двигался я беру и вот здесь и текущее текущее у нас время умножаем на какое-нибудь во-первых я со сдвигом могу сделать например плюс давайте попробуем плюс мы точка пи посмотрим так на пи на пи наверное я неправильно сделал ага он в обратную сторону стал так давайте попробуем не пи здесь используем это кстати константа в этой константе мэф пи хранится число 3.14 там дальше какие-то числа так давайте умножить может например 0.7 эффект должен я зря так доджи поднял наверх а ну вот уже видно уже он даже не по кружности он как-то непонятно движется да тоже в принципе эффект приятный если вы знаете как работает синус косинус вам вы можете заранее просчитать эти эффекты ну и можно координату z добавить например а в z мы будем добавлять i и это означает что i будет увеличиваться значит дождь без всяких синусов он бесконечно будет либо удаляться либо приближаться давайте посмотрим да да он удаляется от нас смотрим и он будет вдаль уходить 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 вот так вращаясь тоже можно как-то использовать в игре ладно что-то так давайте опустим его ниже было приятно смотреть так давайте к следующим математическим функциям ну синус косинус одно и то же просто смотрим график как они работают так что такое гиперболический косинус вот тоже запускаем википедию объяснять вам математику не буду включаем русский язык читаем вникаем так ну вот тоже графики в принципе в принципе для плавного движения тоже можно использовать но я вам объяснял есть урок про такую штуку как твин поэтому всякие эти сглаживания движения остановки поворотов это можно использовать твином использовать так вот очень полезная штука шикарная штука которая преобразует радианы в градусы в градусы в градусы в градусах то у вас поворот будут не плавными будут такими ступенчатыми лучше сразу все рассчитывайте в радианах не округляйте все до градусов так ну тут понятно exp e в степени x где нам применять в наших простых примитивных расчетах тоже не знаю math floor я объяснил так ага fmod возвращает остаток от деления x на y который округляется так что-то это слово не знаем давайте посмотрим что что это у нас делает штука давайте клэмп наш сотрем уже в принципе звучит так что нам это может пригодиться так 100 и делим мы его на 3 и делим на 3 делим на 3 почему не нужно пользоваться остатком отделения в виде процента из кило и чем нам эта функция может помочь не хочу сильно тормозить урок так это нам тоже не пригодится тоже не пригодится логарифм натуральный тоже не пригодится мин это все могло пригодиться для сглаживания движений чтобы у нас движется кирпич чтобы потихонечку остановился или наоборот ускорился но у нас есть твин уроки по твин смотрите это логарифм с действительной основой тоже нам не пригодится mathmax я где-то уже говорил что эта функция возвращает из большого количества неограниченное количество аргументов самое большое число возвращает мин самое маленькое число ну вот это нам может пригодиться в принципе функция math mod возвращает два числа интегральную часть и блин как по-русски сказать ладно пофиг для наших простых примеров тоже не пригодится а вот это очень интересная штука давайте перлинский шум называется давайте посмотрим с картинкой но тоже картинки показывают давайте включим википедию я вот думаю где же это в роблоксе можно применить псевдо случайные числа с помощью которых можно генерировать некие текстурки которые похожи на туман для чего можно использовать в роблоксе я вот думал над уроком генерация ландшафта случайная генерация ландшафта каждый раз или генерация лабиринта вот недавно мы занимались ребятами генерации лабиринта так чтобы все комнаты были соединены дверьми чтобы были какие-то там двери ключи двери ключи мы к сожалению не доделали за две недели но тем не менее вот эта вот картинка она напоминает немножко карту вид сверху какие-то горы моря так что же в документации тут у нас сказано возвращает вот этот шум перлинский перлинский или перлинский значение от минус 0.5 до 0.5 если мы никакие аргументы сюда не укажем то по умолчанию она принимает как будто ну будет функция думать что мы все нули вот и то же самое если мы вызываем эту функцию с одним аргументом например вот так то она автоматически подставляет вторым и третьим нули если вызываем с двумя аргументом она автоматически подставляет 3 в общем эта функция использует перлинский шум алгоритм перлинского шума чтобы присваивать фиксированным какие-то значениям по координатам чтобы возвращать одни и те же значения как бы это сказать у близких координат которые рядом друг с другом находятся например x, y, z если вы получили например значение давайте продемонстрирую так в общем оно будет выдавать случайное число не как вот мы делаем рандом сид от одного числа до 0 а оно считает что у нас рандом сид являются как бы три координаты три наших координаты так что если мы рандом сид ну не рандом сид в данном случае а math noise если мы указываем всегда одни и те же координаты мы всегда получим одно и то же случайное число от минус 0.5 до 0.5 для чего а если мы одну из этих координат ну или все координаты чуть-чуть изменим то мы получим тоже случайное число которое будет отличаться от предыдущего случайного числа очень незначительно давайте попробуем посмотреть вообще это классная штука если понять что она делает вот просто в игре я понимаю где бы это применил а так вот запустили должно два числа мы видим что числа почти одинаковые они немножко отличаются давайте я теперь вот эту координату какую-нибудь изменю шестерка сильно сильно я отдалил 0.4 видите уже какое отличие а если я сделаю не шестерка например вот как было 5 но здесь делаю не 7 а 6 возможно все равно шаг большой так ну видно что уже числа отличаются чуть меньше для чего можно в игре использовать для генерации карты высот например смотрите вы ставите столбики которые у вас идут в ряд и вы хотите сделать так если вы будете просто случайные числа генерировать ваш уровень на котором есть столбы разной высоты по которым сверху может прыгать со столбика на столбик ваш человек у вас без дополнительных вычислений ваши столбы будут очень случайными и вполне возможно что будет много ситуаций когда с соседнего столба на соседний столб ваш человечек перепрыгнуть не сможет но если мы будем использовать вместо просто случайных чисел координаты этих столбов ну как-то раздельные на 100 или на 1000 чтобы вот эти значения координат столбов казались как будто они очень близки то мы будем получать высоту столба очень похожую на высоту соседнего это будет работать в любом направлении вот например в середине у нас столб с определенной высотой например двойка вот мы справа еще один столб ставим у него будет высота либо чуть выше этих двух либо чуть ниже вот ну естественно так как эта функция возвращает от минус 0,5 до 0,5 вам нужно это число будет умножать на 100 например чтобы в стадах столб высокий был ух много я рассказал по этой функции ну это возведение в степень следующий пол вы можете просто первое число вот так не помню да во многих реализациях возведение степень именно так с помощью математической функции math.po первое число и в какую степень возвести для наших маленьких красивых эффектов это не нужно так red math.red оно переводит угол который вы задаете в градусах переводит в радианы например давайте посмотрим пример как развернуть на 180 градусов вот вы не знаете pi чему равно и мы сейчас развернем этим дать команду или угол задать в радианах получить значение угла для поворота на 180 градусов но он равен pi и вот нам вернули это число pi 3,14 в радианах значит если мы сейчас попросим нашего доджа развернуться на 180 градусов мы должны его угол к нему прибавить вот это число и тогда он будет повернут ну как бы как про избушку на коль ножка говорит повернись ко мне задом к лесу передом как там это все говорилось в сказке дальше mathrandom у меня отдельный урок есть но еще раз напомню что здесь можно если вы не указываете параметры не передаете никакие аргументы этой функции то он будет возвращать вам число от 0 до 1 если вы укажете начальное число конечное число например здесь 10 а здесь 20 то вам будут выдаваться числа от 10 до 20 очень удобно рандом сид я вам про него говорил если вы в начале своей программы напишите mathrandom сид здесь os.time скобка-скобка то у вас всегда будут случайные числа выдаваться но дело в том что этот рандом сид где-то у нас в роблоксе постоянно вызывается и необходимости вот вызова этой функции в роблоксе нет у вас mathrandom всегда выдает случайные последовательности не знаю как они сделали для чего они это сделали так если хотите кстати чтобы работал mathrandom и math random сид как вот надо вы можете скачать функцию генерации псевдослучайного числа для луа это очень небольшая функция просто ее как модуль подкрепить свой роблокс и у вас тогда все будет отлично работать так вот это math sign оно возвращает либо минус 1 если у вас переданный аргумент меньше 0 0 если этот аргумент равен 0 и 1 если x больше 0 например если мы вызовем вот эту функцию с минус 100 мы получим минус 1 знак минус 1 если мы передадим сюда 0 то получим 0 если передадим сюда миллион то получим единичку вот так про про синус я уже говорил аналогично косинусу просто там со смещением со смещением учите математику читайте википедию смотрите на графики но это тоже гиперболический синус пропускаем это квадратный корень нам он в принципе часто может пригождаться в некоторой формула например вычисление дистанции между двумя точками и чему-то там еще так тангенс нам тоже здесь не нужен и пролежки тангенс тоже не нужен про mathp я уже говорил есть такое уже задано значение p нам не нужно в голове его держать если вы работаете с углами mathhuge там содержится значение максимально возможное которое вы можете задать как число в луа но просто помните об этом я не думаю что вам это где-то пригодится в ближайшее время так ну и давайте заканчивать урок я теперь хочу показать например как двигать нашего доджа по кругу все просто так косинус и может на 5 ну чтобы одинаково было кстати если у вас такие длинные строчки никто вам не мешает перенести их вот так чтобы мы все видели так и так у нас создается вектор в котором x меняется по вот этой формуле y меняется по вот этой формуле так z мы оставим 0 чтобы на месте у нас вращался как в обратную сторону развернуть минус 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 в обратную сторону да работает так что же можно сделать с этим минусом с этим минусом так а я хотел в каком-то из уроков просили сделать магию я хотел сделать такой пример что вокруг человечка нашего шар летает давайте сделаем чтобы шар дочь дочь опустим на землю я хочу чтобы он совершал вот такие движения круговые так мы тогда сделаем вот как а ну все нормально только мы координаты изменим y не трогаем y пусть у нас будет нулю будем менять координаты x и z нашего доджа если хотите больше амплитуду сделать на все вот так сейчас он скорее всего будет рывками двигаться да он видно и как он у нас носится принципе я вижу что он рывками если хотите поплавнее вот мы здесь шаг уменьшаем я давайте в 10 раз уменьшу сейчас плавненько пойдет вот с помощью таких эффектов синусами косинуса и можно делать очень простые такие штуки например чтобы над нашим персонажем например вращалась текущее оружие или например какие-нибудь бафы защита но все на этом все в виде не всем функции мне не все функции по зубам потому что не могу придумать где их использовать пишите комментарии поправляйте меня ведь опять писал 00 часов 55 минут так что наговорил шлите донаты ну чтоб меня как-то замотивировать честно говоря без донатов не особо хочется что-то делать так как настроение придет так и запишем всем пока подписывайтесь лайки донаты все такое